Друзья, всем привет! У компании German вновь появилась легендарная приманка Magic Harpoon. Но на данный момент она проходит уже под другим названием, проходит под названием Destructor. Данный воблер это успешная реплика на многим уже известный воблер Challenger от компании Strike Pro. Длина воблера 110 мм, вес 26 грамм. Рабочий диапазон данной малышки от 3 до 7 метров. Все зависит от плетенки и от места ловли. Фурнитура у данной приманки очень мощная. Большие мощные тройники, силовые кольца и петли. Этот воблер отлично ловит как и в Астраханской области, так и в Подмосковье, к примеру, на реке Ака. Ловит и оригинал, и реплика. Цветовая линейка на сегодняшний момент у данной модели не очень большая, но она в принципе вполне-вполне сносная. Есть и белые цвета, и натуралки, и кислотные, и черные с желтыми пятнами. Воблер ловит и судака, и щуку, и сама. Для сама, кстати, данная фурнитура отлично подходит. Повторюсь, мощные петли, мощные кольца, большие силовые тройники справятся и с самым. Если сравнивать данный воблер с оригиналом, то, повторюсь, это очень удачная копия. Воблер, ну, по сути, неразличим. Верхний с красной головой это оригинал, нижний это реплика от Герман. Если сравнивать фурнитуру, то я бы сказал, что у компании Герман реально тройники больше, кольца немного помощнее, и сами петли также помощнее. С левой стороны тройник это от Герман, с правой стороны это тройник от оригинала. Колечки также, с правой стороны это Герман, с левой стороны это оригинал. Колечки реально тоже побольше. Ну, также и петли. Петли немного помощнее от компании Герман. Цвет, конечно, у оригинала поярче. Если это копия данного цвета, то цвет у оригинала намного ярче. Что касается шумовой камеры данных воблеров, у оригинала она позвонче. Данные приманки неплохо и летят. Ими можно ловить и в заброс, помимо троллинга. Но троллинг это их конек. Эти приманки реально известны, наверное, с 2000-х годов. Еще в то время, в то время, этими приманками успешно троллинговали многие-многие рыбаки. Итак, друзья мои, данная приманка от компании Strike Pro Challenger, это реально очень древняя приманка. Еще до появления воблера Bandit Valley Deep, эта приманка уже творила чудеса на реках страны. Многие рыбаки ловили на нее успешно рыбу и до сих пор многие ловят. Как появился воблер Valley Deep Bandit, эту приманку немного подзабыли. У кого-то она ушла вообще в прошлое, у кого-то она осталась тоже в топчиках, занимает до сих пор легирующие места и успешно ловит. У меня, допустим, Challenger можно поставить на второе место после воблера Valley Deep. Что касаемо непосредственно деструктора, то есть Magic Harpoon, как раньше его называли, это реплика, причем успешная, повторюсь, реплика от компании German, она не менее уловистая, чем воблер Challenger. На эту приманку я буду в ближайшее время ловить в разных местах судака, щуку, возможно и сама. И покажу вам, насколько данная приманка реально успешна.